Добрый день о новостях в стране. К этому часу в выпуске коротко о главном расскажу вам я, Айнура Мангалей. Касым Жамар Токая считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире. Подрыв доверия между народами и государствами, сообщает Аккорда. По мнению главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущей в разрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий. Напомню, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающую подобные действия нарушением норм международного права. Документ, инициированный Марокко, был принят Генассамблеей организации «Единогласно». И к другим темам. В правительстве утвердили комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике до 2025 года. Документ предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, защиту от нелегального бизнеса, говорится на сайте Кабмина. Эти меры должны помочь повысить эффективность таможенных досмотров, а также выработать дополнительные меры по адмправонарушениям. В результате в стране снизится уровень неформальной занятости, а доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится до 37,5% в 2025. Как получить казахстанскую грин-карту? Атажола, так она называется, получить ее могут этнические казахи с востребованными профессиями или успешным бизнесом при въезде в нашу страну. В Минтруда объяснили порядок получения карты. Для этого необходимо оформить заявку онлайн через мобильное приложение, либо обратиться в казахстанское посольство. Срок ее рассмотрения – 5 рабочих дней. Карта дает возможность пребывать в Казахстане в течение 10 лет с правом продления. Ее обладатель может рассчитывать на полный социальный пакет, а также получить казахстанское гражданство в упрощенном режиме. При этом держатели карты не имеют права избирать и быть избранными в госорганы, а также органы местного самоуправления, либо работать на госслужбе. В Казахстане растет число интернет-мошенничества. Только с начала года зафиксировано более 9 тысяч таких фактов. Полицейские предупреждают, аферисты придумывают все более изощренные схемы обмана. В Восточно-Казахстанской области выявили 300 случаев мошенничества в сети. Практически каждого из потерпевших обманули путем использования приложений удаленного доступа, предназначенных для управления компьютерами и смартфонами на расстоянии. За последние 10 дней участились такие факты, когда звонят, представляются сотрудниками полиции, представляются сотрудниками банка или других госслужб, которые говорят, что вашим родственникам стало плохо. То есть, либо в ДТП попали, либо их кто-то обманул. И для решения данной проблемы нужна какая-то определенная сумма денег. Звонят в такси, просят их, таксистов, проехать на такой-то адрес и забрать деньги. Растет в стране и количество зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности. Причем самые распространенные в этом сегменте – выписки счетов, фактур без фактического выполнения работ, а также организация финансовых пирамид, пишет портал Рэнкинг Кейзет. Ущерб от таких преступлений в этом году уже приблизился к 36 миллиардам тенге, что также больше показателя прошлого года. При этом пострадали от экономических преступлений более тысячи человек, 96,7% из которых конкретно от деятельности финпирамид. В Алматы задержали создателей компании Sincere System Group. Их подозревают в руководстве финансовой пирамиды. В департаменте агентства по финмониторингу проводят досудебное расследование по данному факту. Представители компании обещали вкладчикам высокую доходность – более 70% в год, а также гарантированную прибыль в случае привлечения за собой вкладчиков. Вопрос с трехсменными школами в Шемкенте решен. По словам местных властей, дефицит ученических мест решили, в том числе за счет пристройки дополнительных зданий к трем загруженным школам. В третьем по величине мегаполисе сегодня 212 общеобразовательных учреждений, при этом уже строят дополнительные 11 в разных районах города. В этом году 1 сентября в школы Шемкента пойдут порядка 220 тысяч учеников. Сейчас во всех школах Шемкента идет подготовка к новому учебному году. Где-то косметический ремонт, где-то капитальный. Есть школы, где достраивают дополнительные здания. Поэтому проблема трехсменного обучения в этом году в городе будет решена. На этом все. До встречи в итоговом выпуске новостей в 20.30 в эфире телеканала «Жебек Жола». Редакция «Нового времени». Я и Нураман Гали расскажем подробнее о главных событиях этого дня. Редакция «Нового времени»